всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду за окном зимняя погода дождь ветер сырость короче мерзко в эту погоду очень хочется сидеть у камина и потягивать из кружки что-нибудь там горячее примеру чай но такие посиделки у камелька хороши когда в желудке разливается приятная такая теплая сытость раз у нас зима значит время зимних блюд я собираюсь приготовить свой вариант классического английского пирога с бараниной с овощами с темным пивом рецепт очень простой по вкусу но насыщенный и наверняка придется по вкусу тем из вас кто его приготовит конечно и так понадобится мясо не обязательно баранина говядина тоже будет хороша морковь корень сельдерея лук томатная паста грибы для теста мука понятно соль немного разрыхлителя сметана сливочное масло ну и бекон вареный копченый вот без него не обойтись ну вернее можно и без него на вкус изменится кардинально вернее так в этом рецепте есть три вещи которые должны быть обязательно для вкуса это бекон вареный копченый это корень сельдерея и это темное пиво до пропил я уже сказал приступим мясо надо нарезать кусочками как на гуляш и у кстати понадобится совсем немного и я ногу положил так для красы теперь в муку добавить соль и черный перец перемешать а теперь мясо сюда не старательно перемешиваю задача состоит в том чтобы каждый кусочек был запанирован при последующей обжарке то мука позволит получить более яркую корочку и вкус и аромат этой пожаренной части будет сильнее но затем при тушении эти вкус и аромат растворят в пиве и соус получится совершенно потрясающего вкуса к тому же мука этот соус и загустит из бекона надо вытопить жир на нем я собираюсь все обжаривать и пока этот процесс идет нарежу все что мне осталось сельдерей лук грибы и морковь отлично что мне там с беконом с беконом все просто прекрасно пока отложу его в сторонку чтобы не мешался и вот теперь можно обжаривать все остальное сразу после выкладки мяса в разогретый жир и не торопитесь его мешать дайте ему прижается на одной стороне и только затем когда корочка уже появилась аккуратно переворачиваете и теперь дайте второй стороне прижариваться а если сразу начать перемешивать то мясо со всех сторон начнет пробиваться равномерно постепенно досок и вместо прижарок вы получите сразу начало тушения не вот эти вот красивые ароматные прижаренные бачка не получите она пожалуй все остальное добавлять а теперь это надо все готовить периодически помешивая до тех пор пока овощи не обжарится как следует ну в зависимости от количества полученных продуктов и мощности вашей конфорки это займет от 15 минут ну там до часа вряд ли вы больше двух килограммов продуктов зараз будете так вот готовить я пока займусь тестом надо смешать сметану соль разрыхлитель размягченное сливочное масло и муку и вымешать я для этого воспользуюсь своим агрегатом ну как вы прекрасно понимаете вмешать можно и руками смотрите какое мягкое и жирное тесто отлично заверну его в пищевую пленку пусть лежит пока овощи пока еще не обжарились небольшой перерыв вот смотрите вот сейчас овощи в отличном состоянии от мяса пока еще не такое мягкое как хотелось бы поэтому сейчас начнется процесс тушения но сначала добавлю остатки панировки и перемешаю вот это для большей густоты соуса убавляю огонь накрываю крышкой и оставлю тушиться под крышкой на огне ниже среднего до тех пор пока мясо не станет совершенно мягким это займет от 10 минут до часа зависит от возраста животного и его спортивной формы ждем смотрите какая красота мясо нежнейшие соус вкуснейший может быть чуть-чуть сахара но нет я хочу чтобы этот пирог был слегка солоноватым здесь такое классное сочетание до их вкусов и ароматов во-первых сладость уже присутствует в виде лука и моркови бекон аромат бекона аромат поджаренного мяса но и сладость кстати и легкая кислинка на томатной пасты который положил супер вкус пива как таковой практически не чувствуется он просто сделал все эти смесь этих вкусов очень насыщенным но просто супер остаётся собрать пирог тесто разделю на две части верхний нижний жар никакой конвекции температура 180 190 градусов время вытечки зависит от реальной температуры в духовке и от формы в которой вы выпекаете в металлической и все запечется гораздо быстрее чем стеклянный или керамической готовость будет тогда когда пирог сверху хорошенько подрумянится она начинка тоже готова так что ждем это очень вкусно тут смешались все вкусы и ароматы и бекон и грибы и овощи вот эти и сельдерит совершенно обалденный и мясо просто тающее во рту просто вот как кусочек масла расползающийся это это просто класс а это корочка чудо не корочка спасибо за компанию всем пока спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!